Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите поприветствовать вас от лица Министерства науки и высшего образования России и от себя лично на торжественном открытии Пятой Международной Исторической Школы. Такие мероприятия проходят уже третий год, и настоящая историческая школа организована Северным Арктическим Федеральным Университетом при поддержке Российского Исторического Общества, Фонда Истории Отечества и Министерства науки и высшего образования России. Школа является первой в цикле соответствующих мероприятий этого года. Вы знаете, что президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на необходимость популяризации качественного исторического знания, сохранения национально-исторической памяти, а также противодействия фальсификации истории. Это закладывает фундамент для построения понимания происходящих процессов не только в России, но и во всем мире. Выстраивание системы духовно-нравственных ориентиров молодежи формирует чувство ответственности за свою страну. Именно поэтому наше министерство уделяет огромное значение поддержки проектов, направленных на усиление роли истории в образовательных и воспитательных процессах. Чрезвычайно важно сохранять единство образовательного пространства, системно повышать уровень исторической грамотности. Именно поэтому подходы к преподаванию истории в высшей школе в настоящее время обновлены. Отмечу интерес молодых исследователей не только из России, но и из зарубежных государств к нашей исторической школе. В рамках конкурсного отбора было получено порядка 800 заявок от студентов, представляющих 48 стран и 212 университетов. Это говорит о запросе молодежи на актуальные проекты, в рамках которых можно в оффлайн-режиме познакомиться с единомышленниками, принять участие в круглых столах с ведущими российскими историками-исследователями, разработать собственный проект, отвечающий актуальным вызовам исторической науки. Дорогие друзья, впервые в рамках работы школы будет выстроена работа по трекам «Русский север. Историко-этнографическое наследие в истории России» и «История открытия и освоения Арктики». Это позволит максимально эффективно погрузить и познакомить молодых исследователей из 37 стран мира, принимающих участие в работе школы, с богатым наследием региона. Уверен, что обсуждение ключевых тем школы пройдет в конструктивном ключе и поможет наметить новые направления сотрудничества. Желаю вам продуктивной работы, успешного обмена опытом и эффективных решений. И, конечно, желаю, чтобы пребывание на Архангельской земле запомнилось бы вам, чтобы вы в рамках школы нашли бы новых друзей и, работая над совместными проектами, завязали бы новые деловые отношения, которые будут вам в дальнейшем помогать идти по жизни. Спасибо еще раз и удачной работы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!